всем привет и доктор евгений храп когда человек храпит сейчас буду рассказывать как скорректировать свои храпулики если кто-то рядом храпит если вы сами храпите показываю человек очень часто храпит лежа на спине то есть как только он ложится засыпает и его на бок переворачиваешь он как младенец спит даже не слышно как дышит почему так может происходить опять же человек лежит на спине у него чаще всего храп появляется когда челюсть заваливается вовнутрь и туда назад он и спит с открытым ртом в таком случае это может быть чаще всего из-за того что жевательные мышцы сейчас на картинке у вас они появятся они не стискивают челюсть и не сжимают ее и в противоположность дисфункции слабости жевательных мышц гипер активируется диафрагма рта что делать давайте запустим сначала жевательные мышцы и излишнее напряжение открывать или рта диафрагма рта снимем не путать стазовый диафрагмой для этого что делаем пройдитесь просто по проекции жевательных мышц что для этого нужно руки на щеки положите и постискивайте зубы вы поймете где эти жевалы находятся вот они здесь и просто вот по ним прогуляйтесь с двух сторон и где-то вы найдете какую-то больную штуку которая вот прям будет болеть так что аж глаза охота закрыть и эту больную штуку она либо справа либо слева надо отмассировать если нашли с другой стороны делайте это параллельно будет двойное удовольствие если будут слезы ничего страшного можете чуть чуть меньше давить и вот так вот массируете легко в течение минуты двух максимум трех минут потому что жевательная она такая достаточно больная после этого оставляете руки здесь же на больных точках и открывайте закрывайте рот спокойно до тех пор пока меньше не станет больючка после этого вы по сути запустили уже желательные себе мышцы непосредственно те самые массы тары нужно немножко зубы постискивать сдвиньте челюсть в одну сторону постискиваете зубы извините через другую сторону постискиваете зубы для того чтобы их включить теперь за счет того что они были в долго в ненатяжении с со стороны именно диафрагма рта тех самых мышц которые нам рот открывают нужно убрать излишнее напряжение то есть снять спазмы мы двумя пальчиками большими одухотворенными пальчиками да залазим вот сюда под себе подбородок здесь щупаем себе свой второй подбородок ну или просто подбородок на наличие каких-либо больных точек можете так не разговаривать когда массировать будете и опять же нашли какую-то больную зону опустите голову вниз и помассируйте если боль стала меньше в этой же позиции головы массируйте эту точку то же самое если вы вдруг с другой стороны тоже нашли какую-то больную зону опять же лезть надо вот сюда чуть ли не в рот себе пролезть большим пальцем если вы здесь нащупали больную зону опустите голову если боль стала больше так не работайте чуть закиньте голову если здесь боль стала меньше работайте здесь и И таким образом вы отрабатываете себе мышцы диафрагмы рта, теперь их нужно немножко активировать, нужно открыть максимально рот, сдвинуть челюсть в одну сторону, открыть рот, гринч в другую сторону, открыть рот и просто поактивировать это все здесь. После этого идете спать и проверяете, стал ли храп меньше либо больше. Зачастую около 7-14 дней нужно для именно мышечной отработки храпа. Но бывает так, что храпит человек в любом положении, на боку, на спине, головой вниз. Это конечно же вот этими вот техниками скорее всего не решится, но вы можете попробовать. Когда человек на 360 градусов храпит, скорее всего там проблема где-то с внутренними органами, либо органами грудной клетки, либо еще где-то. Поэтому повторяемся еще раз. Нашли жевательные мышцы, нашли тут болевые точки, отмяли, пооткрывали рот, постискивали зубы, нашли в диафрагме рта болевые точки, наклонили голову, пощупали, где боль меньше, там массируем. Откинули голову, пощупали, если тут боль меньше, отмассировали. Пооткрывали рот и после этого идем спать и спрашиваем партнера храпел или нет. Поэтому всем желаю здоровья и замечательного настроения.